На киностудии снимали новый фильм. В фильме должна была быть такая сцена. В избу, где спит уставший с дороги человек, залезает медведь. Человек в испуге просыпается, еще больше пугается, увидев человека, медведь. Он убегает в окно, вот и все. Пустяковая сцена на две минуты. Работнику студии потребовался медведь. Чтобы долго не искать, решили взять мишку из цирка. В городе как раз шла программа, в которой выступал дрессировщик медведя. Наутро дрессировщик привез на студию самого крупного медведя. «Вы его не бойтесь», — сказал дрессировщик. «Мой топтыгин совсем ручной». В подтверждение его слов, медведь добродушно облизал всем руки, охотно съел предложенное ему пирожное, а обнаружив в одном из залов студии велосипед, ловко прокатился налет. «Действительно, артист!» — обрадовался режиссер. «Нам именно такой и нужен. Мы его даже без репетиций снили». В павильоне студии была построена часть избы с окном и дверью сладкой у стеной. В дверь мишка должен был войти, в окно выскочить. Настал день съемок. Приготовили аппараты. Артист лег на лавку, притворился спящим. Режиссер дал команду. Включили яркий свет. При открытую дверь избы дрессировщик впустил в дверь. И тут произошло неожиданное. Попав на яркий свет, Мишка встал на задние лапы и начал танцевать. Затем он несколько раз перекувырнулся через голову и, довольный, уселся посреди избы. «Нет, нет, отставить! Так не пойдет!» — закричал режиссер. «Почему он танцует и кувыркается? Это же дикый медведь!» Смущенный дрессировщик виноват вовел медведя за декорацией. Все начали сначала. Опять команда, опять артист растянулся на лавке, опять включили яркий свет. Мишка, просунувшись боком полуоткрытую дверь избы, увидел яркие лучи прожекторов, тут же поднял задние лапы и прошелся на руках. «Стоп! Отставить!» — закричал раздосадованный режиссер. «Неужели нельзя ему как-нибудь объяснить, что это все не нужно?» Ну, объяснить Мишке было трудно. Так прошел весь день. И следующий. И еще один. И все равно. Как только начиналась очередная съемка и Мишка попадал под яркий свет прожекторов, он начал старательно выполнять знакомые ему цирковые номера. Наконец, режиссер не выдержал. «Ваш медведь нам не подходит», — сказал он дрессировщик. «Он деятель-аптист, а нам нужен простой, необразованный медведь». Так и пришлось дрессировщику увезти своего забракованного Топтыгина. Зато сам Мишка, по-видимому, остался очень доволен тем, что так хорошо выполнил свою программу. Уходя из студии, он вежливо со всеми расхланялся. Мол, будьте здоровы, друзья, до следующего представления. Было это поздней осенью, последний год войны. Шли бои на польской земле. Однажды ночью мы расположились в лесу. Разожгли костер, согрели чай. Все улеглись спать, а я остался дежурить. Через два часа меня должен был сменить на посту другой солдат. Сидел я с автоматом у догоравшего костра, на угольки посматривал, к шорохам лесным прислушивался. Ветер шелестит сухой листвой, да в голых ветвях посвистывает. Вдруг слышу шорох, будто кто-то по земле ползал. Я встал, автомат на готове держу. Слушаю, шорох смолк. Опять сел, снова шушит. Где-то совсем рядом со мной. Что за оканья? Глянул я под ноги, вижу кучка сухой листвы, да будто живая, сама собой движется, а внутри, в листьях, что-то фыркает, чихает, здорово чихает. Присмотрелся получше ежик, мордочка с маленькими черными глазками, уши торчком, на грязно-желтых иглах листья наколоты. Подтащил листья ежик поближе к теплому местечку, где костер был, поводил носом по земле, чихнул несколько раз. Видно, простудился от холода. Тут время сменяться нет. Заступил на пост солдат-казах Ахметвалиев. Увидел он ежа, услыхал, как тот чихает, и ну меня ругать. Ай, нехорошо, ай, нехорошо. Сидишь и смотришь спокойно, а у него, может, грипп или воспаление. Смотри, весь дрожит. И температура, наверное, очень большая. Машину его надо взять, лечить его надо, а потом на волю выпускать. Так мы и сделали. Положили ежика вместе с охапкой листьев в наш походный газик. Ахметвалиев на следующий день теплого молока где-то раздобыл. Ежик напился молока, согрелся и опять уснул. За всю дорогу несколько раз чихнул и перестал. Поправился. Так всю зиму у нас в машине и прожил. А когда весна настала, мы его на волю выпустили, на свежую траву. И какой денек тогда выдался яркий, солнечный, настоящий весенний день. Только было это уже в Чехословакии. Ведь и весну, и победу мы там встречали. В годы войны был у меня товарищ. Мы, шутя, называли его звероводом. Это потому, что по профессии он зоотехник. Работал раньше в зверосохозе. Ну, а на фронте в нашем артиллерийском дивизионе он был разведчиком. Очень гордился наш зверовод своей военной профессией. И верно, лихим разведчиком он был. Мы стояли на окраине большого немецкого города, когда нашего зверовода неожиданно вызвал к себе командир дивизиона. Вы были до войны зоотехником в сходу с Парселон? Так точно. И работали в зверосохозе? Так точно. Выращивал соболей из серебристых лисиц. Отлично, сказал командир. Берите мою машину и немедленно отправляйтесь к коменданту города. Он вас ждет. Ничего не понимая, зверовод спросил. А разрешите узнать, товарищ майор? Зачем? Там узнаете, сказал майор, сдерживая улыбку. Торопитесь. Прибыл зверовод к коменданту города, молодому подполковнику. Комендант задал ему те же самые вопросы, а потом сказал, очень хорошо, есть сложное поручение. немедленно отправляйтесь в зверинец и берите бразды правления в свои руки. Я подписываю приказ о вашем назначении комендантом зверинца. Даю в ваше распоряжение роту солдат. «Обеспечьте животных едой, накормите всех до одного, а то они кричат там с голоду, немцы их уже дня четыре не кормили». И еще одно, самое сложное, там есть бегемот, его ранило осколком в спину, надо немедленно оказать ему помощь. «Но простите», взмолился зверовод, «я же зоотехником был, с лисами имел дело, но никогда, я до войны тоже никогда не был комендантом города», перебил его подполковник, «музыку преподавал в школе, а сейчас приходится выполнять ее, и в случае чего беспокойте меня, смотрите, чтобы ни одна зверюга не пропала». Хочешь, не хочешь, а приказ пришлось выполнять. Явился зверовод на место новой службы и ужаснулся, хоть и небольшой зверинец, а хлопот в нем полон рот, тигр, два медведи, обезьяны, птицы все вевут и галдят наперебой, еду просят, в бассейне голодные тюлени мечутся, испуганные олени и горные козлы по дорожкам зверинцы бегают, а тут еще бегемот, плавает бедняг в воде, вздымая волны и от воли орет так, что хоть уши затыкает. Принялся зверовод за работу, сначала самое сложное сделали, накинули на бегемота канат, зацепили, подтащили его к решетке и тут связали. Теперь можно и рану промыть, залить ее йодом, да наложить швы. Рана не очень серьезная, а кожа у бегемота толстая, заживет. пока часть солдат возилась с бегемотом, другая ловила разбежавшихся животных, да корм для них доставала. Приближался вечер, насытившиеся звери немного успокоились. Настал час нашего отъезда. Зверовод, обрадованный тем, что справился с порученным заданием, прибежал к коменданту города. «Разрешите, товарищ подполковник, ехать со своими?» попросил он. «Нет, так дело не пойдет», сказал комендант. «Оставайтесь на месте до тех пор, пока мы не найдем сведущих в зверином деле людей. Я уже послал запрос. А потом вы догоните своих». «Да понимаете, возмолился зверовод, стыдно мне, этот бегемот за мной неотступно ходит, ну как поросенок какой, ребят смеются, ведь я развич все же, а тут бегемот». «Ничего», улыбнулся комендант. «Придется потерпеть, выполняйте». Так мы и уехали без нашего зверовода. А догнал он нас лишь через две недели возле Эльбы. Первым делом явился командир дивизиона. «Разрешите доложить, товарищ майор, ваш приказ выполнен, зверинец в полном порядке, потерь нет, бегемот здоров». «Благодарю за службу», весело сказал командир. «Служу Советскому Союзу», ответил наш товарищ. С того дня и стали мы звать нашего зверовода комендантом бегемота. «Служу